Я Анна Ускимбаева, я декоратор-стилист. А я Любовь Харламова, профессиональный фотограф. Сегодня я расскажу, как создать красивую композицию для фото. А я расскажу, как это все правильно сфотографировать. Сегодня я хочу вам рассказать про Flat Lay. Это удивительное, очень красивое и модное направление фотографирования, которое дословно можно перевести в плоское положение. Есть несколько правил для того, чтобы ваша фотография выглядела фирменно, как будто из журнала. Сегодня мы будем фотографировать наш Flat Lay на вот такой телефон Huawei, потому что он отлично справляется с этой задачей. Если вы ведете свой личный инстаграм или продаете что-то через интернет, Flat Lay это очень наглядный способ передать качество, хорошее качество продукта, красивые, либо ваше настроение, ваш стиль жизни. И для начала нам нужно определить нашу тему. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Оттенки розового, оттенки желтого, ну и маленький акцент темный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для начала используйте не более 7 предметов для того, чтобы вам было просто сделать выкладку. Дальше вы будете уже сами понимать, когда вы сможете добавить еще и еще. Секрет идеального флэтлея это натуральные материалы. Бумага, крафт, дерево, лен, хлопок, натуральные цветы. Обязательно натуральные цветы. Цветы это идеальный компонент для нашей раскладки. И старайтесь брать всегда те, которые цветут именно сейчас. Например, в сезон ромашек. Они будут выглядеть просто прекрасно. И вот ошибка нет ни в коем случае, ни в коем случае. Казалось бы, по цвету, да, розовенькая, да, желтенькая. Но это убьет абсолютно все сразу и навсегда. Кофки должны обязательно быть сняты. Они не должны присутствовать в кадре никогда. Для натуральности вы можете даже откусить печеньку. Как будто бы ваше присутствие здесь и сейчас это будет очень сильно ощущаться. Никаких этикеток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начинаем. Салфетка это часть нашего фона. Книга это вторая часть нашего фона. Если у нас есть круг, то книжечку нам желательно положить по диагонали этого круга. Композиционно это всегда выглядит очень хорошо. Чашечку ставим на книжечку. Во флэплее не так важна настоящая жизнь, сколько постановка. Конечно, в настоящей жизни мы не поставим так чашку. Но книга в данном случае часть нашего фона. Крупные буквы всегда смотрятся очень хорошо. Цветы. Ложечка, чтобы помешать кофе. Наши печенюшки. Можем их небрежно разложить немножечко. Откусили кусочек. Читаем книжку, съем кофе. Можем их небрежно разложить. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦКОРА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Смотрите, чтобы сразу было удобнее ориентироваться Вот у нас квадрат Чашечка должна стоять в середине кадра Или очень близко к середине Иначе ее поведет Если вот так, например, у нас будет Видите, она уже съехала блюдце Относительно самой чашки Поэтому желательно, чтобы она была максимально к центру кадра Вообще так устраиваем свою композицию Снимайте с запасом фона Это спасает всегда всех начинающих Особенно фотографов Совершенно потрясающий тренд Да, в фотографии тоже есть тренд Цветочки в кофе Подведем итоги Что же нужно для того, чтобы снять классный инстаграмный флотлей? Всего лишь пять простых правил Запоминайте Правило номер один Естественный свет Снимаем только днем Если мы снимаем дома То подносим наш фотофон к окну Ставим его рядом с окном Или на подоконник И обязательно выключаем нашу люстру Если вы хотите снять крутую фотографию еды Где-нибудь в ресторане Точно так же садимся за столик у окна Или снимаем на летнике Второе У нашего флотлея обязательно должна быть тематика И подбирать все предметы Нужно в соответствии с ней Если мы снимаем Новый год То живые тюльпаны будут неуместны Если мы снимаем флотлей Который отражает наш отдых на пляже То стелить в качестве фона вязанный свитер Тоже что-то не то Третье Для съемки идеального флотлея Подбирайте натуральные материалы Дерево, бумага, веревки, бечевки Старайтесь избегать пластмассы, пластик Блестящих скатерти Которые есть у всех у нас дома на кухне Всегда под рукой можно найти что-то бумажное Керамическое, деревянное Если вы снимаете в ресторане Можно снять скатерть со стола И откроется деревянный стол Самое страшное в съемке флотлея Это искусственные цветы Забудьте про них навсегда Можно выйти из дома И сорвать то, что сейчас растет возле вашего подъезда Четвертое Цветовая гамма Возьмите три основных цвета И соберите все предметы по вашей тематике Из трех этих цветов И все Можно даже взять два цвета Вы увидите, насколько обалденно и стильно Будет выглядеть ваш флотлей И пятое Флотлей это натюрмот выложен на идеальной Ровной поверхности И держать камеру при съемке Нужно параллельно Столу или поверхности На которой разложен ваш флотлей А соотношение сторон в телефоне Лучше сразу поставить в квадрат Самый простой способ использовать пинтерест Заходим Набираем нужную нам тематику Сейчас я набрала флотлей Доброе утро И посмотрите, сколько интересных вариантов Пинтерест мне предлагает Что мы с этим делаем? Выбираем те варианты, которые нравятся больше всего И которые совершенно реально воплотить в жизнь В домашних условиях Например, вот смотрите фотографии с чашечками кофе С какими-то тканями Вот лежат ноты Тюльпаны Шоколад Если все это вы можете найти у себя дома И выложить точно такую же раскладку Прекрасно! Сохраняйте себе это в галерею И пытайтесь повторить Точно так же интересные идеи по созданию флотлея Можно найти на просторах инстаграм Допустим, вот смотрите Сколько здесь всякой разной красоты Выбираем флотлей, который нам нравится И который мы можем воплотить в жизнь И пожалуйста, вот этот вариант очень простой Я думаю, каждый может его повторить Чем больше вы смотрите на красивые фотографии И повторяете их Тем быстрее у вас вырабатывается чувство вкуса, стиля Понимание композиции Создание цветовой палитры на вашем натюрморте И тем быстрее вы начнете снимать Совершенно бесподобные фотографии самостоятельно